Приветствую, друзья. Ролик об итогах вторжения в ВСУ и выводах из этой истории я планировал записать после завершения операции в Курской области. Признаюсь, я давал срок в 2, максимум 4 недели. Прошло почти 2 месяца. И окончание боев в Курской области пока вообще не проглядывается. Волей-неволей начинаешь спрашивать себя, а эта операция вообще закончится в обозримом будущем? А вообще она закончится? В общем, тема про итоги и выводы важная и, наверное, откладывать ее нет смысла. Первый очень важный вывод из этой истории – граница России не на замке. Есть такое обывательское представление, что граница страны – это такой неприступный рубеж с рядами колючей проволоки, пограничниками с собакой, огневыми точками и готовыми выдвинуться навстречу резервами. Вот это вообще не так. Граница любой страны, особенно такой большой, как Россия – это достаточно условная линия. Хорошо, если есть какая-то естественная преграда – море, река, горная гряда. А если нет, то граница – это просто воображаемая линия в лесу или в степи. Протяженность российских сухопутных границ – 22 тысячи километров. И через каждые 10 метров пограничника не поставишь. Ты что может сделать, линия пограничников? Поэтому важно понимать, что границы России уязвимы. Ну, сами посудите. Граница России с Украиной протяженная, но в меру. Это зона боевых действий. А значит, там сосредоточена российская армия со всеми резервами повышенной готовности и так далее. Этому району уделено все внимание военной и стратегической разведке. Там минные поля, заграждения и так далее. И при всем этом формирование ВСУ из нескольких тысяч человек при очень умеренной артиллерийской и воздушной поддержке заходит на эту территорию. Не просто заходит, а занимает площадь в тысячу квадратных километров и месяцами удерживает ее. А что, если бы это было не подразделение ВСУ, а небольшое, маленькое, в пару сотен тысяч человек подразделение китайской армии? При поддержке-то современной авиации, массированному обстреле артиллерии и с выдвинувшимся флотом. Причем на Дальнем Востоке, где сейчас армии почти нет, а резервы перебрасывать месяц. В этой части вывод из Курской операции ВСУ на Россию не нападают не потому, что границы неприступны, а армия непобедима. На нас не нападают потому, что не хотят. А значит, с соседями надо дружить. А если кто-то заявляет, что ведет войну с НАТО и своими агрессивными действиями увеличивает протяженность границы с НАТО, то, в общем, небольшого ума этот человек и небольшого стратегического видения деятель. В этот момент ролика я ожидаю от внимательного и вдумчивого зрителя гневный оклик. Мол, загнул-то Михаил Борисович с возможностью нападения на Россию. Да, границы у нас протяженные, пограничника везде не поставишь, но вообще-то Россия – ядерная держава. И нашей ядерной доктрине сказано, что тот, кто придет к нам с нарушением территориальной целостности, тот с арматом от нас и получит. Все верно. В ядерной доктрине почти так и сказано. Еще Путин, Шойгу, Патрушев, Лавров и прочие обозначили множество красных линий, за которые чуть заступишь и вообще все. Летит куда-то ядерная ракета или бомба и так далее. Я, наверное, даже отдельный ролик как-то сделаю по этой теме, но сейчас хочу сказать о следующем. Вторжение ВСУ в Курскую область очень наглядно продемонстрировало, что путинские красные линии, они то ли не очень красные, то ли очень подвижные, то ли вообще проходят совсем не там, где предполагалось. Но судите сами. В российской доктрине предусмотрено использование ядерного оружия при угрозе территориальной целостности страны. ВСУ в начале августа вторглись на территорию Курской области и, не побоюсь этого термина, оккупировали ее части. Это, простите, непростая диверсионная операция. Там вообще-то уже созданы комендатуры, есть оккупационная администрация, водружены украинские флаги. Причем это Курская область, международно признанная территорией России. И что? А в общем-то ничего. Нет даже угроз использования ядерного оружия или приведения его в состояние повышенной готовности. Российская ядерная доктрина в случае чего может быть и изменена. Или вот еще одна красная линия – использование натовского оружия для ударов по России. ВСУ въехали в Курскую область на британских танках. Причем, думаю, они это намеренно сделали. Конечно, Путин может выкрутиться, сказать, что тут по территории России никто западным оружием не ударял, на нем въехали. А значит, красную линию не пересекали. Ну, мы-то понимаем, что еще одно табу нарушено, а ядерного ответа нет. К тому же западным оружием били и неоднократно, и по Курской области тоже. Очень важный вывод из операции ВСУ в Курской области по поводу ядерного оружия Путин блефует и разыгрывает сумасшедшего. На самом деле, к гарантированному взаимному уничтожению он не готов. И даже более того, на локальное применение тактического ядерного оружия тоже. Вероятно, не готов не из-за гуманитарных соображений, а потому что не видит в этом выгоды. Но стоит зафиксировать. Даже протяженная по времени и унизительная для него лично потеря исконно российских территорий не является триггером для использования ядерного оружия. Еще один вывод из Курской операции, мы видим пределы возможности российской армии. Вообще, тот характер войны, которая сейчас идет в Украине, это локальная региональная война. Я это без намерения обесценить говорю, просто честно, масштаб оцениваю. Так вот, все реальные возможности российской армии – это ведение одной локальной региональной войны. Даже когда в рамках этой войны неожиданно открывается второй фронт, это уже проблема. Нерешаемая проблема. Во-первых, мы видим, как буквально с меру по нитке собирается личный состав для отражения украинского вторжения. Контрактникам начинают платить несусветные деньги, лишь бы заманить их на фронт. Срочников забывают вывести из зоны боевых действий. Под предлогом того, что это типа даже как бы не зона СВО призывников используют на войне. Дыры затыкают национальными то ли батальонами, то ли бандформированиями. Ну, типа Ахмата. Которые, конечно, готовы к войсковым операциям, типа захвата офиса Вайлдберес. Но вот отражать атаки ВСУ не нанимались. Во-вторых, прямо на наших глазах буксует наработанная тактика наступления российской армии. Тактика проста и незатейлива. Сначала атакуемая территория заливается артиллерийским огнем и тяжелыми фугасными бомбами, а потом по пепелищу и трупам наступает пехота. Это весьма эффективная тактика, особенно в отношении противника, у которого есть недостаток дальнобойной ПВО и снарядов для собственной артиллерии. А еще это, конечно, людоедская тактика, которая не оставляет живого места на захватываемых пространствах. Для Курской области использовать предварительную зачистку пространства полутора или даже трехтонными бомбами пока стесняются. А без этого атаковать подготовленного противника не умеют. Поэтому еще один вывод из ситуации с вторжением ВСУ в Курскую область у российской армии есть серьезные ограничения предела. И все потенциальные противники, а усилиями Путина почти весь мир стал потенциальным противником, видят это. Видят, изучают и готовятся использовать. Вообще операция ВСУ в Курской области дала пищу для размышлений не только в военном плане. На примере Курской области россияне увидели, как их будут спасать в случае чего, спойлер, никак не будут. И если вдруг из-за действий Путина на вас кто-то нападет, то он просто умоет руки, перевалит ответственность на других, оставит вас наедине с проблемой, замечу, наедине с проблемой, которая возникла из-за него и только из-за него. До 24 февраля 2022 года на Курскую область никто не нападал, по крайней мере с 41 года. Россияне на примере Курской области понимает, что случись чего, и армия, и спецслужбы их не защитят. Правду о вторжении и опасности для мирного населения будут скрывать до последнего. Эвакуацию никто не обеспечит и даже вообще не подумает об этом. Администрация и местная власть сбежит первой. Если сумеете эвакуироваться сами, то и кормиться потом будет нужно самим. Материальная помощь, пособия, выплаты будут столь смехотворны, что можно на них вообще не рассчитывать. В общем, логика и помощь от властей будет по принципу, если кто-то кое-где у нас попал в беду, то я мелом его тело в виду. Мы остались детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью стать. История с Курском показала россиянам, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не защитит и не поможет. Существующее на ваши деньги государство – оно не для вас. В принципе, россияне и раньше это знали, но в Курске просто очень наглядно показано. Еще один важный итог ситуации исторжения в Курскую область – это полная импотентность путинской кадровой политики. Режим десятилетиями растил послушных и лояльных вместо компетентных. Сначала продвигались друзья Путина из Питерской мэрии, потом соседи по кооперативу «Озеро», после друзья из Питерских подворотин, но даже они кончились. И в ход пошли адъютанты и охранники. Вот кризисная ситуация. Кризисная без шуток. Нужно спасать область, спасать людей, координировать гражданскую военную власть, обеспечивать жизнедеятельность в сложных условиях. Нужен высококвалифицированный проектный кризисный менеджер. И? Такой есть у Путина? Конечно нет. Всех таких давно посадили, убили или выгнали из страны. Потому что хороший менеджер – это опасно. Это зримая альтернатива вождю. И поэтому Путин назначает ответственным за разрешение ситуации в Курской области своего бывшего охранника – Алексея Дюмина. Между прочим, об этом назначении стало известно еще аж 13 августа, полтора месяца назад. Вы с тех пор что-то слышали о Дюмине? А о его решениях и действиях в Курской области? Правильно. Не для этого он там. Не для спасения, не для координации, не для налаживания. Итогом его работы будет какая-нибудь секретная папочка Путину. Кто проявил нелояльность? Кто называл вождя земляным червяком? У Путина вообще нет кадрового резерва. Это его осмысленная политика. Не должно быть достойных в обоими, чтобы не было альтернативы. Вся его короткая скамейка запасных – это стукачи и подхалимы. Мы и так это знали. Но Курск просто позволил это рассмотреть четче. А еще Курск показал, в каком состоянии находится российское общество. Благодаря пропаганде у нас создается впечатление, что российское общество захлебывается в патриотическом угаре, что все поддерживают вождя, так называемую СВО, расширение земель русских. А для меня, например, стало открытием, как россияне реагировали на вторжение ВСУ в Курск. А никак, по большому счету. Два месяца. Немаленький такой кусок Курской области удерживается армией другой страны. Это происходит впервые с Великой Отечественной. Курск – это не какие-то вновь присоединенные области, которые для россиян не очевидно российские. Курск – это свое, это знаменитая Курская дуга, где наши Т-34 громили тигры, пантеры и вермахта. И что? Где всенародное возмущение? Где очереди добровольцев? Где готовность работать в ночную смену, чтобы обеспечить фронт? Этого ничего нет. Скажу грубо, но честно. Российскому обществу плевать. Плевать не потому, что оно какое-то неправильное или ущербное. Плевать потому, что российское общество деморализовано. Оно находится в состоянии выученной беспомощности. Оно лишено нравственных и идеологических ориентиров. Оно фрустрировано. Россияне не являются активными сторонниками путинского режима. Но они и не видят иной цели, не видят ему альтернативы. Это происходит отчасти из-за того, что этот режим под корень вырубает все альтернативы. Но отчасти из-за того, что мы, российская демократическая оппозиция, не смогли предложить или сформулировать такую альтернативу и сделать ее привлекательной для людей. Мы не смогли это сделать во многом потому, что это не просто само по себе. А в условиях тоталитарной диктатуры, ведущей агрессивную войну, это не просто вдвойне. Но мы не смогли это сделать еще и потому, что отвлекались на мелкое, на неважное, сиюминутное, вместо стратегического и важного. Счастливо вам. Курск высветил многие слабости путинского режима и уязвимости российского государства. Но для меня, главный вывод, российское общество нуждается в альтернативе. И это шанс для демократической оппозиции. демократическая оппозиция нужно получить от Blend. yim.